Заключая договор с банком, поверьте, банки это весьма эзотерические субстанции, где много всего интересного прописано, и там, конечно, может быть мелким шрифтом прям явно не написано, но суть договора сводится к следующим, что пока вы не отдали кредит, вы предоставляете свою жизненную энергию в пользовании банка. То есть после того, как вы подписали договор и взяли деньги, ваша жизненная энергия находится во владении банка, и он может благодаря ей делать мне все что угодно. То есть вы можете заниматься йогой, можете раскрывать чакры, все что угодно делать, но весь ваш потенциал будет пользоваться банком. Поэтому, когда, скажем так, вы даже чего-то накопите и захотите куда-то это вложить и что-то в этот мир воплотить, скорее всего, у вас не получится, потому что весь ваш потенциал тут же будет израсходован банк на свои собственные нужды. То есть вот этот договор с банком, он позволяет ему пользоваться вашей жизненной энергией. Поэтому человек до того, как взял кредит, как бы чувствует, да что там отдать-то, ерунда, как бы там, 5 тысяч в месяц или сколько, ну, в общем, какая-нибудь сумма, да. Но как только человек берет кредит, у него сразу начинают возникать какие-то непредвиденные обстоятельства, сразу начинают закрываться какие-то финансовые вещи, потому что то, что он мог делать, да, то есть вот у него до взятия кредита, у него была эта энергия действительно, ему была не проблема, там, и 5, и 10 тысяч в месяц платить бы, он бы не думал никогда о них. Но как только он берет кредит, его энергия, его потенциал уходит к банку, и он уже не может делать то, на что рассчитывал, соответственно, как бы у него закрывается вот этот финансовый поток, и у него уже не получается это отдать. То есть вот такая вот замечательная ловушка, то есть так и работает банковская система, на самом деле банку, как таковые ваши деньги не нужны, ну, потому что банк это та структура, которая эти деньги печатает, ну, сейчас в современном мире, то есть зачем им то, что они сами производят, это глупость, то есть им не нужна ваша деньги, им нужен ваш потенциал, ваша энергия, чтобы вы своей жизнью, то есть вы становитесь батарейкой, то есть вот как бы ваша жизнь как бы просто, она идет на то, чтобы банк развивался, а деньги банку не нужны, потому что, ну, как, он же их и производит, ему не нужен свой собственный продукт, он и обменивает свой продукт в виде бумажек на вашу жизненную энергию, в этом весь суть, иначе как бы банк это была бы весьма глупая структура, структура, которая как бы дает деньги, потом хочет взять деньги, ну, то есть странная как бы весьма ситуация, вот, поэтому все, что нужно банкам, это нужна ваша энергия, если вы с ними связываетесь, то имейте в виду такие вещи, если, скажем так, у вас уже такая ситуация сложилась, ну, это не значит, что нужно все наложить на себя руки и закончить свою жизнь, нет, на самом деле ничего такого страшного в этом нет, нет, вы теперь знаете, что это, вы представляете, к чему это может прийти, нужно просто положить теперь больше усилия, чтобы с этим закончить, и все, чем быстрее вы закончите с этими всеми кредитными взаимоотношениями, тем быстрее вы получите свой собственный потенциал, и у вас, поверьте, все будет реализовываться гораздо лучше, гораздо эффективнее, вы просто будете эффективнее жить, и, скажем так, то, что вы хотели решить благодаря банкам, у вас получится решить самостоятельно лучше. Вот как раз, да, мы медленно с вами подошли к такой вещи, как финансы, да, давайте поговорим о финансах, потому что это, да, конечно. А если это для дела, то ли это проект? Тогда потенциал проекта будет очень сильно зависеть от того, что будет банк, хотя хочет он, чтобы такой проект был или нет. Если банк не хочет, чтобы был такой проект, если он идет, если скажем так, у банка идеология одна, вот, скажем так, ты в благой проект хочешь вложить кредитные средства, банк будет очень сильно тормозить такой проект. Если ты, например, хочешь сделать там какой-нибудь проект, который там тебя обогатит, и ты станешь там еще более таким вот там, купи-продай какой-нибудь, то тогда, скорее всего, он получится очень хорошо и замечательно, то есть проблем не будет. То есть банк, наоборот, поможет. То есть у банка есть определенная заинтересованность, и, скажем так, те проекты, которые, они близки по энергии банку, банк в них поможет тебе. Те проекты, которые, как бы, с его философией не сходятся, как бы, он будет их тормозить. Поэтому не на каждый проект возможно взять кредит. Это факт. Поэтому у кого-то кто-то берет и развивает бизнес, у него все хорошо и замечательно получается, а кто-то берет деньги под проект, и у него проект вообще никуда не идет, не сдвигается с мертвой точки. Потому что, говорю, когда вы что-то взяли, вы после этого, все ваши дальнейшие деятельности зависят, как бы, от того, как на это будет смотреть банк. Это не с точки зрения, что он там физически будет сидеть дядьки и смотреть, как бы, хороший у вас проект или нет. Это, как бы, вопрос именно на энергетическом уровне. Потому что вы вступаете в довольно тесные энергетические отношения. Смотрите, сколько времени у вас будет уходить, сколько сил у вас будет уходить на вот это вот возвращение, на эту концентрацию. То есть вы будете постоянно концентрироваться на вашем кредиторе. И, соответственно, будет происходить постоянный обмен энергии. И, соответственно, как бы, его качество будет в вас перетекать, ваши качества в его будут перетекать. У меня у самого был такой опыт. Было у меня несколько кредитов, и я прекрасно представляю себе, что это такое. И, как говорится, первое, что я сделал, чтобы заняться йогой, как бы, это не уволился с работы и взял кредит. А якобы все, какие активы у нас были, все там, машину хотели купить, еще что-то, все-все-все активы, какие были, просто все отдал, чтобы быть никому не должен. И тогда ушел. И после этого, как бы, все было вполне нормально. То есть, несмотря на то, чтобы вроде бы каких-то особых денег там йога не приносило, но мне позволяло это развиваться, потому что я никому не был должен. То есть все деньги, какие я был должен, я, как бы, собрал максимально, как бы, и все отдал. Отдал даже больше, но зато, как бы, никаких проблем потом, чтобы меня кто-то доил, не было. Поэтому лучше начинать с этого. Начинать духовную жизнь с кредитом. Хотя, да, вот это определенные иллюзии, говорят, что, как бы, а вот, ну, как же я буду заниматься духовным развитием, если у меня того не будет, или у меня этого не будет. Ну, опять же, почитайте тексты. Товарищи, которые занимались духовным развитием, у них вообще много чего не было.